всем доброго времени суток дамы и господа я вас приветствую на канале ножиков точка ру меня зовут даниил и добро пожаловать на топ-10 складных ножей топ-10 самых маленьких складных ножей которые есть у нас в магазине погнали на 10 место этот нож попал по некоторым причинам и основные из них это он все-таки слишком маленький и по факту стоит очень больших денег за такие размеры в принципе все про него больше сказать нечего продвигаемся дальше на девятое место я поставил ножик от компании bestech называется он free fall на 9 место он попал за счет своего достаточно все-таки высокого ценника но при этом у него клевая crazy fiber micarta у него очень хорошо сделан плавник и в том числе wave что за тот что за тот орган этот ножик спокойно можно открыть а в остальном просто можно сказать такой проходной ножичек которые сделали bestech и вряд ли он найдет большое количество покупателей на 7 место я поставил нож от компании spider к моделька называется dragonfly и это конкретное исполнение в розовом парень и стали с 32 которая встречается достаточно редко по факту dragonfly является одним из тех ножей как называются их эндуро подобное потому что у всех одинаковые по насечке рукоятки у всех непосредственно материал рукоятки одинаковый за исключением только размер соответственно полис 4 на данный момент самый большой а dragonfly один из самых маленьких вспомогательный клевенький ножичек с высокими спусками и со своими задачами справляется на ура spider к dragonfly седьмое место моего топа именно седьмое место он получил не за свои премиальные материалы а за интересную особенность дело в том что этот нож можно спокойно разобрать не имея при этом ни одного ключа он разбирается именно благодаря своей конструкции вы нажимаете на бэкспейсер достаете непосредственно клипсу и потом с помощью этой же самые клипсы откручиваете осевой винт все нож у вас разобран вы сможете его помыть и соответственно потом обратно собрать шестое место моего топа небольшой ножичек от компании кайзер который называется лип накладки из микарты клиночек по типу шипс фут из стали н690 полированными лайнерами полированы клипсы и в принципе все здесь к месту шестое место получил за свою возможную очень клевую механику для таких размеров ну и что уж скрывать люблю и накладки из микарты а погнали открывать пятерку лидеров на пятом месте расположился полуавтоматический нож от компании кершу это кершу launch 10 с вот таким вот клиночком по типу хоук билл именно на пятое место он попал за действительно свои небольшие размеры при этом достаточно удобную клипсу рукоятка выполнена у него из анодированного алюминия стали cpm 154 и по факту он идеально справляется со своей основной задачи а это скрывать посылки или открывать упаковки с помощью такого клинка это делается просто очень и очень удобно на шестом на шестом том месте расположился нож от компании винаев по дизайну остапа хэлла небольшой такой фатогеничный еда цешник который при этом отлично режет на борту также имеется стали cpm с 35 вин рукоятка из титана ну и в принципе неизменное хорошее качество компании винаев винаев по дизайну остапа хэлла четвертое место моего топа стройку лидеров в нашем сегодняшнем топе открывает нож от компании сок а именно терминус xr в своем исполнении с накладками и лайнерами из карбона и крио с 35 вен почему он попал именно в этот топ просто потому что нож клёвый по факту является достаточно небольшим ну и что про терминус говорить когда про него уже все сказано по факту на месте именно конкретной версии могла быть и любая другая с d2 или другим цветом клинка сок терминус xr третье место серебряный призер моего сегодняшнего топа по факту не самое честное сравнение между терминусом и элементом поскольку они все-таки являются ножами несколько большими чем все остальные которые были именно сегодня но элементом для многих считается достаточно небольшим и компактным поэтому в связи с его популярностью в связи с тем что это финалист выставки блэйд шоу и за огромное количество вариантов исполнения цивили элементом второе место нашего топа ножик который производится достаточно давно компании киршоу в всеми известной стороне китая однако является очень популярной моделью и это по факту заслуженно поскольку первое место моего сегодняшнего топа это киршоу шаффл давайте расскажу почему именно он сюда и попал киршоу шаффл попал на первую позицию этого топа поскольку он действительно подходит под описание маленький нож однако при этом и можно сделать очень много всего что-нибудь подрезать что-нибудь подковырять и что самое главное у него имеется открывашка открыть какую-либо бутылку почему нет вспомогательный нож который на ура делает все то что он должен делать столько 8 chrome 13 молебден ванадии собственно говоря большего ему и не надо ну и также наличие второй версии и наличие других цветовых решений тоже сыграли свою роль а на этом все пишите как вы следующую тему потоку вы хотели бы видеть я на этом с вами прощаюсь всем удачи до скорого